разберется ура где люди кто то есть немножко слышно сказать кто там уже на связи что-то качество видео у меня такое себе не знаю как у вас показывает а видео два плюсика три плюсика один плюсик какие-то плюсики значит что-то видно даже слышно подождем на три минутки начнем прекрасно спасибо ребята что говорите квадратики серьезно показывать квадратиками все будет ромбиками ждем тогда еще одну минуту и начинаем подготовили тут 10 мифов 9 реальностей и 55 она вам надо думаю что в полчаса уложимся потом вопросы пишите будем отвечать на что успеем я думаю что в минут 45 поставить уложиться чтобы тоже не задерживать всех десять девять восемь не знаю будет ли запись по идее наверное да пока не вижу настроек что можно было запубликовать запись но постараемся чтобы она была чтобы можно было все записать что начнем еще раз всем привет кто присоединился кто присоединился кто присоединился позже тем потом привет передадим в конце настей макс сегодня будет вам рассказывать про хусей все что с этим связано о мифах и о реальностях у нас 10 мифов 9 реальности и в конце будет 5 еще она вам надо в принципе начну я маленький список шпаргалочку я буду подглядывать чтобы ничего не пропустить первый миф хотя зачем сразу мифа давайте кратко все-таки немножко о модели я думаю что все знают чуть-чуть совсем что устоял это наше любимое определение что это покупаешь американские товары американских поставщиков заводишь на американской амазон и получаешь американские деньги то есть в принципе все в пределах америки и весь бизнес строится там схема классическая цепочка из трех звеньев это поставщик дилер-дистрибьютор буду подглядывать дилер-покупатель под поставщиком мы понимаем это либо производитель либо дистрибьютор производителя тот кто производит непосредственно товары дистрибьютор это тот кто обычно крупные продавцы которые и продают товар принципе на этом наверно больше и все ничего больше рассказа не будет неким сравнение с моделями другими не будет теперь конкретно по мифам и реальность первый миф где нашел если нашел товар и купил его то как бы можно продавать это не так если вы хотите работать все-таки и строить какой-то бизнес честный то вам необходимо запрашивать разрешение у производителей на перепродажу брендов их на тех или иных площадках будь то amazon и бэй там walmart и так далее потому что иначе но я думаю вам бы не очень понравилось либо владельцы по торговой марки вложили мне там 10 лет на развитие в маркетинг и кучу денег во все остальное продвижение а потом какой-то из продавец из стран снг или не снг купил бы ваш товар и или там сделал какую-то подделку вся в гараже и продавал под вашим брендом логотипом так далее поэтому как бы посыл основной это уважайте чужую собственность и лучше задавайте дополнительный вопрос то есть поставщика в основном принимает решение о том не поставщика называемый производитель решает принимать решение о том товар его как будет продаваться где будет продаваться и в каком виде кому-то на это все равно тогда вы можете делать что все что хотите в рамках разумного кому-то важно как его бренд его имидж представлен второй миф это вилки живут недолго это не так в усиле наш есть примера где вилки по пять лет живут и продолжают работать ничего не меняется товар спрос примерно одинаковые что-то продается сезонно лучше что-то сезонно хуже но в целом вилки живут долго до каких-то нишах конкуренция повыше в каких-то нишах конкуренция ниже и соответственно вы просто можете сами выбирать где вам работать третий миф ваш английский должен быть идеален это не так вполне хватит intermediate уровня даже при intermediate тут главное не бояться писать не бояться общаться в принципе в америке много людей с акцентом говорит вы можете даже звонить им смело и с акцентом разговаривать ничего такого нет никто вас там не повесит трубку не скажешь что я с вами там общаться не буду сначала выучим язык потом разговаривай нет то есть все относятся к лояльно потому что мигрантов довольно много и ничего страшного в этом нет что с нашей стороны мы рекомендуем это весь софт на английском языке операционная система на английском языке так проще работать именно с поставщиками потому что могут возникнуть ситуации что вы отправите в excel и заказ а у вас там будет написано лист 1 из 2 по русски или вы отправите письмо а там будет написано ниже проверено антивирусом а вас на русском и это будет вызовет много вопросов и скорее негативно скажет зачем положительно на вашей репутации четвертый миф это что тяжело открывать поставщиков так как компания новая нет истории ни с кем не работаю до какой-то степени это так но в целом вашу фантазию и никто не ограничивает вы можете просто немножко более креативно подойти к тому вопросу то есть почему у вас нет историю компании придумайте какую-то легенду или она реально существует не знаю в этом в россии не просили лучшего по россии конечно не очень упоминать к сожалению из-за санкций отношения ко всему русскому есть некоторые ну кто-то относится хорошо кто-то с сомнением поэтому не знаю если у вас там был бизнес в канаде в мексике где угодно в европе и вы решили масштабировать с сша ну вот у вас новая компания ничего страшного в этом нет но вы в этой теме уже давно вы разбираетесь просто у вас новая улица чего такого нет также к этому что у нас еще сделайте сайт банально пишите там какую-то свою историю там миссию что вы несете расскажите о себе этого будет вполне даже достаточно и не так страшно работать новой компании еще один миф это то что аккаунт of sale не банят все банят ничего там тоже страшного нет к примеру там наш аккаунт был забанен за прошлый год два раза одна история это один из наших учредителей уехал в мексику отдыхать и решил поменять как раз на банк меня депозит и чарж метод одновременно и он зашел с мексиканского айпи и amazon посчитал что нас взломали и два дня мы разбанивались ну как бы ничего страшного другой вариант был это там банды related потому что мы переводили аккаунт с физлица на юрлицо и одновременно перед этим создали другой аккаунт на юрлицо и просили его закрыть сослались на эти же кейсы что мы по ошибке создали этот аккаунт и на этом все закончилось тоже ничего страшного нет дальше продолжит настя ее пять мифов мои пять мифов первые что я могу делать все сами тратить на три часа в день принципе так вот все рекламируют amazon то можно ничего не делать в принципе наша модель она очень трудозатратная очень много всякой операционки и работы три часа в день вообще не получится очень много каких-то мелких деталей которые вам придется постоянно отслеживать ну про чуть попозже расскажем еще один миф что для старта мне хватит трех тысяч три тысячи это маловато вы очень много потратите усилий для того чтобы начать свой бизнес то есть вам надо открыть компанию счета очень большой ресерс сделать по поставщикам определиться с категорией сделать сайт вот эту историю придумать и тому подобное и начинается вот это все делать такие большие усилия прикладывать ряд того чтобы вложить эти три тысячи ну честно говоря не стоит то есть если у вас есть какие-то планы где вы можете еще достать дальнейшее финансирование то ok для того чтобы просто попробовать понять нравится вам не нравится хорошая модель не очень подходит но если Если у вас есть какое-то ограниченное финансирование, то лучше все-таки начинать, попробовать что-то более мелкое. Например, там тот же самый арбитраж, он не требует таких усилий, но по сути работа вся та же самая. Еще один миф, что можно работать в серую. Такой есть у нас подход, что можно немножко где-то там подчернить, что-нибудь не так сделать, где-то кого-то обмануть. Здесь все не прокатит, всегда надо все делать в белую и платить налоги. И честно общаться с поставщиками, потому что в конечном итоге это ваша компания, ваша репутация, это ваш актив, и вам лучше все делать изначально правильно и хорошо. Еще один миф, что я могу не работать с возвратами. Почему-то очень мало кто работает с возвратами, но вообще возвраты это от 3 до 15 процентов. Просто посчитайте сумму, и если ваш товар больше 10 долларов в закупке, то вам стоит возвращать их обратно на какой-то преп, проверять, завозить обратно и продавать как юзаные. Потому что американцы очень любят все бэушное, оно дешевле, и если оно еще в хорошем состоянии, то они просто купят это все, и по сути вы возвращаете свои деньги. И последний, мой самый любимый миф, что я могу вложить 300 долларов, и через 3 месяца у меня будет 10 тысяч прибыли. Ну, в принципе, уже выше говорили про 3000, которые не подходят для того, чтобы начинать этот бизнес. 300 долларов точно не подходит, и точно у вас не будет 10 тысяч прибыли через 3 месяца, и в принципе, наверное, в любой модели сейчас этого не будет. Вам, в принципе, придется работать очень долго, чтобы у вас начала появляться хорошая прибыль. Получается, что чем больше вы открываете поступщиков, чем больше у вас история, тем проще вам работать, тем больше будет прибыльность вашего бизнеса. На этом по мифам все, и у нас реальность, что происходит на самом деле. Значит, первое, что вам надо запомнить, что надо всегда делать, это читать все новости в Хелпе, читать все политики, все, что может хоть как-то касаться Амазона. Потому что, если вы не проинформированы и не знаете, что сейчас происходит, то очень высокая вероятность, что вы где-то накосячите. Поэтому первая реальность, это надо запомнить, что всегда все читать на Амазоне, все новости, все политики. Если вы чего-то не знаете, сомневаетесь или есть какие-то вопросы, просто напишите кейс, вам отправят. И там есть гигантские гайды, как все делать, есть инструкции, видео и тому подобное, и обычно саппорт очень хорошо помогает и все объясняет. Я еще вам скажу одну реальность. Мы вот тут поделили по пять пунктов, и Настя начала читать мои. Поэтому продолжу дальше, я можно? Ну не подписывай, значит, это твои. Ты жадная просто. Да ладно. Второе реальность, это то, что будет много операционки. То есть тот, кто не умеет пользоваться флэтфайлами, тот, кто не знает, что можно делать импортами, какие-то вещи в админке Амазона, не знаю, банально загружать шиппинг-планы импортами и флэтфайлами, добавлять товары сотнями или тысячами в каталог. Но вам будет сложно, потому что ручной труд, он, конечно, прекрасен, но все-таки даже банально тот же Амазон без какой-то там сторонней автоматизации уже предлагает какие-то решения, которые могут быть вам полезны и просто сократить ваше время. Время, в принципе, у нас тут самый ценный ресурс, который нужно считать и который нужно ценить. Ничего не забыл? Ничего не забыл. В общем, операционки будет много, поэтому это реальность, от нее никуда не уйти. Из чего она вытекает, чуть ниже тоже расскажем. Еще реальность одна, это ROI ниже, чем в других моделях. То есть чисто ROI первый год, это 90-110% примерно. Это реально, собственно, мы на своем опыте это проверили, план был поставлен и он выполнен, но быстрых прибыли здесь не будет. То есть это игра в долгую, поэтому необходимо понимать это и не ждать, что вот уже через три месяца у вас начнут ваши все деньги работать и вы начнете получать прибыль. Следующая реальность, это вам придется строить команду, делегировать все, что можно и обучать людей. К сожалению, тоже без этого никуда, потому что без команды, без такого горизонтального масштабирования вам тоже никуда не уйти. Это все-таки вытекает опять-таки из того же пункта, что будет много операционной деятельности. Поэтому если можно что-то делегировать и вы уже в этом растете и развиваетесь, то начинаете лучше сразу. Чем раньше начнете, тем просто быстрее вы будете развиваться. Следующий пункт, это вам придется общаться с людьми. Это имеется в виду поставщики, они любят поговорить. То есть вы будете им писать, они вам будут писать, они вам будут звонить, задавать какие-то вопросы. Как у вас дела, как там их товар поживает, все ли у вас там хорошо. Собственно, вам мы очень рекомендуем поздравлять со всеми праздниками и просто периодически давать о себе знать. Не в плане, там, вот мой заказ, держи, когда он приедет, а в плане какой-то такой организации, коммуникации на более высоком уровне, на уровне отношений между людьми, межличностной какой-то. Так, что я там забыл? Скажи, ничего не забыл? Подозрительно молчишь. Поэтому вам придется с ними общаться, от этого никуда не дадутся. Еще один пункт, это масштабирование. При масштабировании вам потребуется высокий уровень автоматизации. Без нее тоже, к сожалению, некуда. То есть, в последующем вы захотите, условно, если вот сейчас продается только на Amazon, продавать еще на какие-то другие площадки. Для этого необходимо там какие-то решения искать, индекционные, там, с всем же Walmart, eBay. Какие-то на рынке есть, какие-то вам придется допиливать самим. Плюс автоматизировать свои процессы по, там, поиску, работу, поиску новых поставщиков работы с товарами, отправки заказов и так далее. Поэтому, чем дальше, тем больше денег потребуется именно вкладывать в автоматизацию. Иначе просто горизонтально расти не получится. Нужен качественный рост за счет каких-то информационных технологий. Дальше, Настя, продолжит. Спасибо, спасибо. Еще один момент, что, в принципе, у модели довольно низкие риски. То есть, риск суспенда довольно низкий, потому что, в принципе, вы все делаете в белом, у вас есть все инвойсы и все разрешения от брендов. Риски потерять свои деньги тоже довольно низкие, потому что вы, ну, у вас очень много разных товаров. И если где-то там один не выстрелил, то все остальные, они просто покроют издержки за этот товар. Также, что еще в момент. Модель очень простая, в принципе, она легко масштабируется и легко прогнозируется. На самом деле, все зависит от того, сколько у вас поставщиков, сколько у вас денег. И прочитать, какая у вас будет прибыль и как все будет расти при увеличении инвестиций довольно просто. Ну, то есть, в принципе, линейно. Еще один момент, что в реальности надо очень жестко учитывать все издержки, считать все до копейки, потому что всплывают разные моменты, которые могут сделать ваш товар просто невыгодным. То есть, как пример, доставка до Амазона, например, Solarboard предлагает ее учитывать сразу же, не разбивая, ну, как разбивая по товарам, но не разбивая по одной штучке. Мы рекомендуем хотя бы примерно просчитать, какая это будет доставка, стоимость доставки до Амазона, потому что если товар дешевый, но большой по объему, то может получиться такая ситуация, что вы его в минус или в ноль продаете из-за того, что просто не учитываете какие-то другие издержки, там, физохранение, доставку до Амазона и тому подобное. И, как бы, таких моментов очень много, и все их придется учитывать. Ну, в принципе, на этом все. Все? Все сидели? Да. Ура. В принципе, мы уже довольно быстро выложились, 20 минут. Осталось... Да, последний блок. Осталось, да, у нас. Но вы, наверное, уже начинаете накидывать вопросы, чтобы мы потом не отвлекались на это, сразу же читали, отвечали. А мы пока расскажем про последний блок. Да, еще буквально тут 5 минут, и, в принципе, приступим к вопросам, чтобы долго не затягивать. Я, ну, не знаю, мы постарались максимально конкретно и с какими-то примерами своими рассказать и показать о мифах и реальностях. Соответственно, теперь перейдем к тому, надо ли оно или не надо. Давай, рассказывай. Ну, во-первых, если вы хотите продолжать работать с таким типичным сэндэшным подходом, что вы будете где-то чернить, где-то вот по-хитрому выкручиваться и тому подобное, то лучше не начинать, потому что схема максимально белая. Американцы, они такие, ну, иногда, конечно, хитры, но в целом они такие честные люди. И придумывать какие-то схемы, как там извратиться, чтобы открывать поставщиков обманом или как-то товары выкупать обманом, ну, то все-таки лучше, ну, забыть об этом. Лучше работать честно, вот как вот в обычном бизнесе, чтобы все было сразу изначально хорошо и... Ну, это вытекает из того, что вы все-таки модель небыстрая, и вы строите долгосрочные отношения, поэтому если просто срубить денег, ну, как бы не стоит этим заниматься. Если же вы хотите что-то долгосрочное построить, то это другой вопрос. Если вы боитесь услышать «нет», то тоже лучше не начинать, потому что при контакте с поставщиками большая часть, наверное, процентов 80-90, будет вам говорить «нет, мы не откроем вам аккаунт». И можете обижаться, расстраиваться, но в конечном итоге с этим надо смириться. Это не потому что вы плохой, им не понравились, потому что у них есть там список требований, которые они должны, как чек-лист. То есть там у вас есть, не знаю, физический магазин, свой веб-сайт, 10 лет работы на рынке. И если вы в этот чек-лист не попали, то они просто не смогут вам открыть аккаунт. Как бы если вы боитесь, что вас это будет расстраиваться или что-то такое, то тоже лучше не начинать. Процент «нет» очень высокий. В принципе, мы считали, конверсия какая? 10 до 15 процентов. 10 до 15 процентов – это открытие поставщиков. То есть из 100 запросов вы получите положительный ответ от 10-15 поставщиков. За счетом того, что вы будете писать не всем подряд, а тем поставщикам, у которых у вас есть хотя бы шанс с ними начать работать. Потому что если писать просто всем подряд, то, соответственно, процент будет гораздо ниже. Ничего не забыли? Ты читаешь вопросы? Ну, давай, читай вопросы, я тогда расскажу все остальное. Да, хорошо. Третье оно мне надо. Если вы не умеете считать, тоже не начинайте. То есть если идет речь идет не о банальной математике, хотя, в принципе, она очень простая, никаких там логарифмов нет, и, не знаю, дифференциалы решать не нужно, просто необходимо учитывать издержки и понимать, на что уходят деньги и куда уходят деньги. Учитывать стоимость доставки от поставщика до препцентра, от препцентра до Амазона, работать с возвратами, отправлять обратно товар производителю, если вы его там не можете сказать про какой-то причины и так далее. То есть вариантов очень много и их все необходимо иметь в голове и знать, что с товарами, в общем, нужно работать. Иначе ваш, собственно, ROI, ваша рентабельность будет падать. Ее можно увеличивать только за счет того, конкретно в этой модели один из таких хороших рычагов, это именно работа, умение считать, назовем это так. Еще один пункт, это если вы не полностью не готовы погрузиться в тему, то есть не пытаться разобраться, как работать с, не знаю, там, с поставщиками, как работает Амазон, какие у него есть инструменты, какие есть политики, что запрещено, что разрешено, пытаться набить шишек и на собственном опыте двигаться вперед. Ну, это будет сложно все-таки. 21 век, да, понятно, информации много, но вам не обязательно, не знаю, там, черпать в интернете, возьмите первоисточник, довольно много на самом Амазоне в хелпе написано. Это не страшно и это нужно делать. И посвящать, опять-таки, этому не 3-4 часа, а всего себя и всю свою команду, собственно, мотивировать на то, чтобы они помогали вам расти вместе. Последний пункт – это если вы не готовы терять деньги, то как бы тоже не стоит начинать, потому что деньги вы будете терять. Это будут ошибки ваших сотрудников, это будут ошибки поставщиков, не знаю, там, бан Амазона на какое-то время, все это время, пока ваш аккаунт не продает, вы теряете деньги. Там, не знаю, может быть, все, что угодно, но деньги вы будете терять, с этим нужно смириться, это нормально, в этом ничего плохого нет. Банальный пример, недавно мы в группе проводили, приводили пример, наш сотрудник ошибся при заказе и, получается, заморозил деньги. Мы, была задачка в том, чтобы решить, что выгоднее возвращать товар поставщику с рестокинг-фи удержанием поставщика 25%, либо продавать его, там, 6 месяцев, этот товар. И одни из комментариев были то, что сотрудника необходимо уволить за такую ошибку, но нет, своими кадрами расплазываться нельзя, то есть те люди, которые набивают ошибки, они в дальнейшем вам принесут потом большую прибыль, потому что все эти ошибки вы все равно будут совершать и вы будете деньги терять, от этого никуда не деться. Тут, в принципе, хорошая аналогия с покером, не знаю, кто-то играет, кто-то нет, кто-то поймет, кто-то нет, но, в принципе, покер тоже играл на дистанции и на краткосрочной дистанции вы постоянно проигрываете какие-то отдельные банки и теряете деньги. На долгосрочной дистанции важно видеть, что вы играете в плюс. То есть ничего страшного в этом нет, но многие реально переживают, ну, это как стресс просто, что ты теряешь деньги. Да, но с этим просто нужно смириться и двигаться дальше. В принципе, мы уложились даже 25 минут, это прекрасно. Поэтому постараемся, наверное, больше ответить на вопросы, потому что я понимаю, что их, наверное, много, они разные, люди тоже разные. Начнем? Да, я пролистала. Очень много вопросов про то, в каком штате открывать компанию, про налоги и тому подобное. Сразу хочу предупредить, мы не являемся налоговыми специалистами и рекомендовать что-то по налогам и по открытию компании, налогообложения и тому подобное мы не будем. Потому что, ну, то есть, у нас есть какой-то свой опыт, но так как специалистами в этом мы не являемся. Ну, опыт просто может быть нерелевантным для вас, да. То есть, то, что он сработал для нас, это не значит, что он релевантен для вас. Ну, и плюс, сейчас довольно много всяких сервисов, не знаю, в той же группе можете задать вопросы, я думаю, ребята подскажут. Да, еще вот один из хороших пунктов, наверное, которые мы не записали, это задавайте вопросы. Потому что чем больше вы будете задавать вопросов, тем больше вы будете получать правильных ответов. Так, какие там еще вопросы были? Пользуйтесь препом или сразу на юбе идет товар? Мы используем и тот, и другой вариант. Потому что, не знаю, там условно сеты бандлы, скорее всего, поставщик паковать вам не будет. Он произвел свою продукцию, а что вы там хотите из нее комплектовать, это уже ваша забота, поэтому такие товары обычно идут на треб. Если же поставщик умеет нормально маркировать товары и у него нет проблем с отправкой, то есть, условно, не знаю, вы там сделали 10 заказов, 10 заказов, например, приехали, и то, что вы заказывали, все приехало, там не было ни, чего-то не отгрузили, не прислали лишнего и так далее. То есть вы понимаете, что, ну, поставщик максимально корректно отправляет то, что вы заказываете. Тогда можно с ним побеседовать, например, от того, что осуществляет справку напрямую на Amazon, потому что ошибки с Amazon вам закрывать будут гораздо сложнее, чем ошибки с PrEP. Плюс не рекомендуем это делать сразу. Все же поработайте с поставщиком хотя бы 3-6 месяцев, ну, лучше 6, чем задавать такие вопросы сразу, потому что это может просто отпугнуть поставщика и, ну, как бы создать ему дополнительную работу. Плюс некоторые не очень позитивно относятся к Amazon, они вас не знают, они с вами еще не работали, и вам нужно какое-то, ну, кредит доверия, что ли, наработать с тем или иным поставщиком. Ну, у нас тем забавная была ситуация, когда мы просили одного поставщика отправлять на Amazon напрямую, он сказал, что мы тогда будем нечестно конкурировать с другими продавцами на Amazon. То есть они отправляют себе на склад и отправляют со склада на Amazon, а мы хотим напрямую на Amazon, то есть мы как бы уменьшаем издержки и можем более низкую цену поставить. Да, были и такие примеры. Что там еще было? Так, компания обязательно или можно получить ресейл-сертификат на частное лицо? Ну, это опять-таки из темы того, вы хотите строить как бы бизнес какой-то, или же вы хотите, не знаю, там попробовать, попробуйте через преп заказывать банально. Онлайн-ребетраж вообще не нужны ни компании, ничего. Нет, ну, как бы чисто гипотетически вы можете через ресейл-сертификат на частное лицо работать, но просто к вам будут с подозрением относиться. Количество закрытых дверей для вас будет гораздо выше, чем с компанией, это однозначно. То есть если у вас есть компания, вам гораздо проще найти B2B общий язык. Там некоторые ребята умудряются рассказывать, что там через преп заказывать, это тоже легально и официально, и все нормально у вас будет. Хотя по сути как бы в основном вообще не фигурирует, вообще не с поставщиком. Ну, то есть такое лучше начинать сразу по-белому и сразу... Если хотите попробовать, да. Попробовать онлайн-ребетраж, в принципе, как бы разницы нет. Тот же преп выполняет функцию, по сути, то, чем будете заниматься вы. То есть вы будете общаться с поставщиком напрямую, вы будете заказывать товары сами и все остальное. То есть у вас просто цепочка удлинится. Но в качестве просто попробовать, вот такой вариант. Так, вы стартовали в опте сразу с компанией или сначала через преп открывали поставщиков? Мы стартовали в опте, а мы несколько лет работали в американской компании, которая торгует на Амазоне по опту. То есть у них оборот 50 миллионов, и в принципе мы пришли уже скорее такие подкованные с другой стороны. Да, поэтому не было смысла пробовать через преп и все остальное. То есть общее понимание, как это работает, есть. Так, на какой минимум денег стоит рассчитывать при старте? Ну, расскажи, наверное, просто банально, что какая цепочка проходит от момента заказа до момента, когда ты получаешь деньги на руки. В принципе, будет понятно дальше, как это происходит. Ну, то есть обычно заказ размещается примерно на месяц. Мы заказываем у поставщика до момента прихода его на FBA. Происходит примерно 2 недели, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от того, как поставщик отгружает. Иногда бывает такое, что они очень долго отгружают, или какая-то долгая доставка, или еще что-то. То есть вы обычно спрашиваете, они примерно скажут, что он в сроке доставки до склада. Затем вы продаете товар, ну и всегда есть 2 недели до вывода денег. Соответственно, грубо говоря, у вас там 2 месяца до момента, когда вы получаете свои деньги после заказа. Ну, можно из этого рассчитывать и оборачиваемость, и в зависимости от того, какой у вас рой по товарам, примерно прикидывать, какой у вас будет годовой рой и сколько вы получите денег. Ну, мы работаем с рой, начиная от 15%. Но если у вас какое-то ограничение по деньгам, какая-то небольшая сумма, то, в принципе, вы можете найти поставщиков с более высоким рой и ограничить просто количество товаров, которые вы заказываете. По сумме общей, с которой мы рекомендуем стартовать. Ну, мы считали, что, в принципе, смысла начинать при сумме меньше 30 тысяч долларов особо нету, потому что, ну, очень большие расходы, очень много всяких моментов, как сказать, операционной деятельности и, в принципе, организационной, то есть открыть компанию, не знаю, там, бухгалтеры там у вас будут обслуживать компанию и всевозможные другие, там, сайты и так далее. То есть это не значит, что нельзя начинать меньше. Начинать можно, пробовать можно. Просто чтобы у вас банально был план и вы понимали, что дальше делать, когда вы понимаете, что все работает. То есть чтобы вы знали, где искать финансирование и как с этим жить. Это не значит, что вот порог тот 30 тысяч, который мы назвали, это минимум и все. Пробовать не стоит. Это для именно старта такого полноценного, назовем его так. Так, какая средняя маржа по данной модели? Мы на маржу не опираемся, мы опираемся именно на ROI, то есть возврат инвестиций на вложенные деньги. Он немножко более корректный, потому что в марже учитывается и доставка Амазона, и учитывается и комиссия Амазона. Это немножко, так сказать, кривит результаты. То есть, ну, ROI, я уже говорила, что мы начинаем от 15% работы с товарами. Но, в принципе, найти товары, у которых ROI там 20-30% тоже проблем особо не составляет, особенно если они дешевые. То есть если товары дорогие, наверное, от 200 до 150 долларов, то ROI там всегда будет довольно низкий. И если там нет MAP, это цена поставщика, по которому он рекомендует продавать товары, то ROI там может быть и 5%, и 6%, и 7%. Из-за чего это происходит? Там в основном торгуют американские компании, а у американских компаний очень дешевые кредиты, и, в принципе, для них такой ROI он позволительный. То есть они на этом все равно зарабатывают очень хорошо. Просто за счет того, что у них очень большое количество товаров. Берут валом, да. И банальный пример, то есть если у вас есть ограниченные инвестиции, не знаю, там условно в 10 тысяч, и вы хотите их вложить в товары, естественно, что, не знаю, на эти 10 тысяч вы сможете, в соответствии с того, сколько у вас товаров и поставщиков, найти товары с более высоким ROI, не знаю, там 50%. Как только вы будете масштабироваться, и у вас денег становится больше, вы не сможете их все вложить в товары с ROI 50%. Вам придется понижать эту планку, ну, либо, соответственно, более активно открывать поставщиков, но это, собственно, другие накладные расходы. Вот, поэтому как бы будьте готовы к тому, что чем больше вкладывается денег, тем понижается вот эта планка. И нет ничего страшного в том, что ROI ниже просто вам, вы будете брать за счет оборачиваемости. Как вы выбирали нишу, уже знали, куда пойдете, или определились во время анализа и поиска продуктов? Ну, в принципе, мы так смотрели, на самом деле можно зайти в любую нишу, там не то, что сильно какие-то есть, какая-то есть разница по нишам. То есть есть очень узкие ниши, которые, кажется, там, не знаю, странными. Не знаю, там, одеяло для коней. Вот вам ниша. Вы можете продавать только одеяло для коней, там, сипопоны, как они называются. Есть более широкие ниши, там, не знаю, корм для коней, то есть более такая, или там, корм для собак, это вообще такая попсовая ниша. Но в целом смысл того, что вы делаете, и алгоритм действий, он одинаковый в любой нише. То есть вы и там, и там найдете подходящие товары и подходящих поставщиков. Особая разница. Ну, вот рекомендация, находить все-таки в более узкие ниши, ну, или пытаться как-то там найти такие товары, потому что там просто будет немножко меньше конкуренции. Там будет проще. Да. Как организован двухучет, программа плюс бухгалтера? Ну, вопрос в том, по-хорошему, как устраивается учет в крупных компаниях. У вас есть purchase order, это заявка на то, что мы заказали. Есть bill, это то, что вы оплатили. И есть item receipt, это то, что вы получили. В конечном итоге, отталкиваясь от этого, вы будете видеть разницу по товарам, которые приехали, которые вы оплатили и тому подобное. Ну, как бы, с точки зрения буквучета, классический буквучет, который у нас, в Европе, он, в принципе, в США не нужен. Там немножко все попроще. Там не нужно устанавливать 1С, делать проводки и тому подобное. То есть вам просто надо, для чего нужен, в принципе, буквучет, скорее для того, чтобы учитывать все издержки, чтобы вы это все видели. То есть там invoice сравнивать с тем, что вы оплатили и тому подобное. Ну, да. В принципе, вот. Именно как организован у нас, мы пользуемся собственной разработкой. Правы ли люди, утверждающие, что в данной стратегии очень большая конкуренция с местными селлерами, они довольно сильно надвигают и рентабельно составляют максимум 15%. Ну, ответили уже на этот вопрос. То есть на старте и на зависимости от того, сколько у вас денег, столько и сколько поставщиков, будет двигаться эта планка. То есть на 10 тысяч долларов вы можете найти товары с 50% роя, а, не знаю, там, на миллион, на том же пуле поставщиков, естественно, вы не сможете найти подходящих товаров под эти критерии. При этом понижая роя, соответственно, вы можете тоже на этом зарабатывать. Ничего не забыл? Ну, в принципе, да. Ну и то, что американцы, в принципе, смотрят на товары более низким роя. То есть то, что у нас люди плюются, там, 10% роя даже такой заказ не будут, мне вернут один, будет один возврат и все. Как бы там это хороший товар и можно с ним работать. Он как бы 10% денег вернет вам. Ну, опять-таки, того выбора товара, вернется он или нет, возвраты все равно будут, а этого никуда не денется. Вы можете просто работать с возвратами и таким образом рои повышать конкретно по этим товарам и в целом свой средний. Так, а обязательно ли регистрировать компанию в США, а европейская подойдет? Ну, если вы в США работаете, лучше все-таки компанию в США иметь. Как бы они вполне нормально относятся, но если это получается как, не знаю, импортер. Ну, в принципе, у нас... Да, это будет такое недопонимание, что ли. То есть вы изначально должны по-хорошему с ними договориться, что вы продаете их товар на Амазоне. И если вы европейская компания, которая торгует на американском Амазоне, ну, это так странненько. То есть у них возникнут вопросы, и вам будет очень сложно придумать себе легенду, почему у вас нет американской компании. Ну, в целом возможно, но надо ли. Как быстро начали набирать команду, работники русско- или англоязычные? Они русско-англоязычные. Не, офис у нас здесь, у нас... В Минске. Да, все меньшане. Ну, все говорят на английском языке, но конкретно по звонкам у нас, по сути, один человек, который отвечает за звонки. Звонков не очень много, в основном все переписываются по электронной почте, и, не знаю, с Google-переводчика вы можете отправить письма, проблем особо не будет. Да, если есть английский, это плюс, но, как бы, если его... Он не должен быть у всех членов команды, то есть тот, кто, не знаю, там, условно знает хорошо математику, но при этом у него совсем слабенький английский, но он прекрасно делает заказы, вам этот человек лучше подойдет, потому что человека с английским в своей команде или какого-то внешнего, который будет просто банально переводить тексты, найти гораздо проще, чем человек, который умеет делать качественную аналитику. Поэтому английский язык, это не так страшно, как математика, она важнее. Как быстро начали набирать команду. Ну, в принципе, начинали мы сами, но у нас были несколько помощников на такие простые задачи уже с самого начала. Ну, то, чтобы не тратить на них время, какие-то очень простые. У нас там была девочка-студентка, которая, не знаю, в слоирборд себе стоимость поносила. Мы начинаем в слоирборде читать изначально всю нашу бухгалтерию. Вот. Но по-хорошему, чем раньше, тем лучше, потому что, чтобы обучить хорошо человека, ну, надо, наверное, месяца 3-4, чтобы он понял специфику и как анализировать товары, чтобы он набил свои шишки и уже нормально работал. Ну, да, только через 3-4 месяца он, в принципе, начинает понимать, как это работает, а через 9 месяцев, 12 месяцев он начинает, ну, в принципе, ну, более глубокое понимание, как это все работает в целом. Потому что есть те же какие-то предсезонные заказы, которые совсем по-другому работают, и с ними нужно иметь опыт свой собственный. Ну, да. Если у поставщика есть товар, который не продается на Амазоне, всегда ли выгодно создавать новая листинга, продвигать его самостоятельно, потому что поставщик может потом сам зайти с этим товаром? Но американцы в основном, они довольно ленивые и не хотят разбираться с Амазоном. То есть они умеют делать свою работу, они делают ее хорошо, но, не знаю, там, условно, это какой-нибудь американец, который в своем гараже изобрел какую-нибудь очень классную подпорку для машин. И он умеет их делать, он у себя в гараже их клепает, а разбираться, что такое Амазон, как там торговать, ну, не сильно охота. У нас-то, в принципе, люди, которые работают, они хотят не очень разбираться с возвратами, как работать или в каком-то, там, не знаю, в хелпе колупаться. Или как балком заливать все. Или как там рекламу на Амазоне настроить. Ну, то есть это маркетинг и все остальное, это немножко другие сферы деятельности. Обычно это дается на откуп тем, кто в этом разбирается. Зачем быть специалистом во всем? Я делаю то, что я делаю хорошо, а тот, кто умеет продавать, тот умеет продавать. Да, на другой вопрос, что те, кто продают тоже этот бренд, они могут зайти точно так же на Амазон, на ваш листинг, и, собственно, вы продвинете товар, который в конечном итоге достанется вашим конкурентам. Ну, и в целом такие истории были, и они будут от этого никуда уйти, когда сам производитель впоследствии выходит на Амазон и продает потом. Там, да, есть, но у вас есть те, кто контактирует, тысячи новых поставщиков. Нужно просто непрерывно этот процесс вести и продолжать. Ничего там страшного нет. Это будет, это те же самые риски, это те же самые потери. Не страшно. Обычно, если поставщик сам выходит на Амазон, он вам даст время либо все распродать, либо даст возможность вернуть ему обратно весь товар и получить за него деньги без всяких удержаний. Оплачивать товар через Пионер или через банковский счет. Мы не стали включать этот пункт в наши мифы, но, по сути, Пионер не является полноценной платежной системой, и он довольно много способов обрезает, как вы можете оплатить поставщику. Да, то есть банально вам будет доступен только банковский перевод, при том очень недешевый в Пионере в целом. И мы, Пионер, не использовали, не используем именно обычный банк, потому что он открывает гораздо больше возможностей по методам оплаты и взаиморасчетам с поставщиками. Какой посоветуете софт для автоматизации складских процессов, чтобы учитывал типичные операции и перемещение товара, поставщик при этом Амазон возврата и так далее? К сожалению, готового решения никакого нет. Вы можете использовать какие-то комбайны, либо делать под себя. А мы делаем под себя. То есть мы используем собственное решение. Можно ли на одном аккаунте продавать по PL и хусейлу? Был такой вопрос. Да. Что лучше Shopify или не Shopify? В общем, в целом можно. Вопрос, какой PL и какой… То есть, если это какой-то высококонкурентная ниша и, не знаю, проделки конкурентов и гадости, которые они вам будут делать, грозят вам, что вы потеряете оба аккаунта, ну, надо ли вам эти риски. Если же это какая-то низкоконкурентная ниша, в котором нет такой жесткой конкуренции, ну, можно, почему нет, PL, может быть, хорошим примером того, как вы работаете с товаром, как бы вашим фишкой, вашим плюсом, при общении с поставщиками, что вот, не знаю, условно, мы работаем в спортивной нише, и вот мы тут запускаем собственный спорт товар. Смотрите, какие у нас там красивые там листинги, не знаю, мы вам вкладываем столько в рекламу, у нас какие-то продажи, и мы можем, собственно, сделать то же самое для вашего бренда. То есть тут вы сами принимаете решение, что вам важнее, риски или же, нет, или же риски. Так, как вы выбираете бренды, которым писают для сотрудничества, о котором нет? Давай, извини, я перебью тебя. Я вспомнил, что я не рассказал, у нас там было в наших советах, мифах по поставщикам. Проще такое, с компанией молодая, и, к примеру, только открыли и так далее, начинается работа с дистрибьюторами. Дистрибьюторы, они гораздо менее жесткие требования к тому, с кем работать, и вам будет проще начать с ними. Когда вы работаете с дистрибьюторами, непосредственно с брендами, будет тоже проще наладить отношения, потому что вы уже работаете с дистрибьюторами. Можно на них ссылаться. Да, по поводу того, как отбирать бренды. Но, во-первых, вы должны все-таки прошерстить свою нишу, определить. Там всегда есть какие-то топовые бренды. Не знаю, условно, кроссовки. Это Adidas, Nike, это Masix. Скорее всего, они вам не откроют аккаунты, они скажут, что вы какие-то уличные торговцы, и вообще непонятно кто. А есть более мелкие бренды, и к ним будет проще подкатить. Они какие-то не очень известны, у них мало товаров, и, скорее всего, они откроют вам аккаунт с меньшими требованиями, чем вот эти крупные бренды. Что еще смотреть? Смотрите, есть ли Amazon на листингах этого бренда, потому что, если есть Amazon, ну, конкурировать с ним точно не стоит. Есть ли там продавец, который похож по названию на название компании или бренда. Часто бывает такое, что несколько продавцов на листинге, но там вот есть один VFBA, который называется так же, как бренд. Это они сами торгуют, просто они еще не разобрались, как всех остальных нелегалов, вот этих на листинге. Иногда бывает просто эксклюзив не дают, они сами торгуют VFBA, а всем остальным можно торговать VFBA. Да, как вариант. В VFBA, конечно, можно продавать, но когда есть кто-то VFBA, то довольно страшно. То продавать нельзя. Да, в принципе, лучше не углубляться, потому что сейчас еще на час. Это другая тема. В целом, кратко, надеюсь, ответили. Такая минимальная сумма заказа обычно становится интересной для поставщиков. У всех вообще все по-разному. Есть маленькие брендики, есть большие брендики. В основном у дистрибьюторов не очень большая сумма для бесплатной доставки. То есть если вы набираете условно на 500 долларов, на 300 долларов, на 1000 долларов, вы получаете бесплатную доставку. Это уже как бы хороший уровень закупок, грубо говоря. Есть бренды, у которых вам надо закупать, не знаю, на 100 тысяч долларов в год, и только тогда они будут с вами работать. Есть те, кто, не знаю, там по 100 долларов заказы уже молодцы и все классно. То есть там действительно зависит от того, какой бренд, насколько он крупный, сколько у него товаров, как долго они на рынке. Все индивидуально. Да, все очень индивидуально. Какой софт используете для анализа ниш? Ответили. А, ну, в принципе, ладно, не ответили. Чего нет? Да. Давай. Есть KIPA. И KIPA – это не только графики на листинге. У них есть сайт, и на сайте вы можете по UPC, по нише, по поставщику, по продавцу, почему угодно, выгрузить список асинов, все цены, всю информацию, которую вы можете найти на листинге. То есть очень мало кто знает, что у KIPA есть сайт, и можно вообще им пользоваться. Но всем рекомендуем посмотреть. Так же, как читать Help Amazon. Да. То есть посыл в том, что используйте инструменты, которые у вас есть по максимуму, изучите их, а не используйте их там на 5%. Какой процент заемных средств у вас в работе от общего примерно? Более 100%. 100% из 100? Ну, в смысле, 100%. 50 на 50? Ну, где-то, наверное, да. Опять про нишу. У вас магазин на Amazon узконишевый или же товар из разных категорий? У нас категория спорта, аутдуара, и, в принципе, там очень разные товары. Но суть в том, что вы можете, как это сказать, и комбинировать чуть более широкую нишу с чуть более узкой. Просто вам надо придумать, зачем вам это надо. То есть, я даже не знаю, что выяснить. Ну, чем шире у вас ассортимент, тем, как бы, хуже для поставщика. Но обычно на Amazon редко кто смотрит, то есть, какой у вас магазин, что вы там продаете и так далее. Это важнее на сайте представить информацию более нишевой, узконаправленную, почему вы хотите торговать там в той или иной сфере, открывать той или иной поставщика. Потому что, если у вас там будет сборная солянка, то вам будет сложнее разговаривать. Потому что все любят, когда, ну, по крайней мере, американские поставщики, когда вы находитесь в той нише, в которой работает, условно, у вас там сайт по спорту, а вы пишете офисным продуктом. Но, Индрей, если вы можете как-то связать это и придумать, для чего там ручки нужны спортсменам, то на здоровье. Если это все прокатит вам, откроет, вообще проблем не будет. Просто это должно быть как-то логично, а не так, что это прям противоположно, какие-то разные. Ну, да, то есть не арбитраж, да, условно, когда вы можете там все, что угодно, забирать через преб-центр и смешивать все. Разницы вам там нет. Тут немножечко, да, про другое. Ну, тут скорее вопрос в том, что как у вас это все представлено на сайте, чем как у вас представлено на Амазоне, потому что, скорее всего, поставщики это смотреть не будут. Но сайт они вот точно посмотрят. Как часто приходится улучшать листинг на Амазоне и вообще, есть ли смысл это делать? Редко. В основном, да. Смысл делать только для тех там сетов, бандлов, либо для тех товаров, которые вы создаете сами. Не знаю, это под своей торговой маркой и так далее. Ну, нет особого смысла. Ну, либо это улучшение касается именно каких-то ошибок на листинге, там указания неверного описания, цвета и так далее. То есть именно исправление ошибок, да, это приходится делать часто, потому что все продавцы могут вносить изменения. Если на листинге продают 50 продавцов, 13 из них Prime, сколько получается у нас прямых конкурентов? Prime, это имеется в виду Prime из FBM или из FBA? Ну, пускай мы считаем 13. 13 FBA продавцов. Ну, по сути, если вы продаете из FBA, вы конкурируете в основном только с FBA продавцами. То есть FBM надо очень сильно занизить цену, чтобы он попадал в Buybox в сравнении с FBA продавцом. Самый простой пример, не знаю, у вас там цена товара 100 долларов, все эти 50 продавцов держат 100 долларов, а сколько там, 50 продавцов, 13 из них держат цену 100 долларов, остальные продают либо по 100, но они в FBA, либо там выше, они в FBA, они являются вашими прямыми конкурентами, ваши прямые, только те, кто могут попасть, занять Buybox. Их 13. Как вы открываете категорию, вы используете документы, которые он представляет поставщик? Да. Такие ниши как бы и бегутся, и хэллская. Ну, там все написано, там обычно, когда необходимо открыть категорию, все документы, которые необходимо приложить, там все написано. А можно написать кейс и узнать? Да, ничего там тоже страшного нет. Можно ли комфортно стартовать, скажем, с компанией и пятью тысячами оборотных средств? Стартовать можно, пробовать можно. Нет, это все зависит от вашей цели. Сколько вы хотите получать в конечном итоге денег? Ну, то есть на 5К вложенный средств, если дальше не будете ничего вкладывать, а только реинвестировать то, что вы вложили, ну, вы заработаете, соответственно, через год, там, с учетом реинвестиций, чуть больше. Нет, я думаю, что при пяти тысячах ты можешь очень хорошей рейси позволить. Да, ну, другой, да. Просто надо открыть чем-то поставщиков и выбирать у них все самое хорошее. В принципе, можно и так. Будет не очень корректно, да, то есть сравнение. То есть, условно, пять тысяч вы можете товар с 50% роем, тогда вы можете закончить год не из пяти тысяч вы сможете сделать, через год, условно, там, 20. Из пятиста тысяч вы через год, вам будет гораздо сложнее сделать. Даже просто пятьсот. Сколько платите работникам? Ну, да, тут такой вопрос. Вы в группе писали? Да нет, наверное. Ну, мы платим работникам примерно, наверное, чуть выше, чем среднее по городу. Ну, или, примерно, на уровне. Ну, на самом деле, у нас ребята очень толковые. Это не просто какие-то там, ну, как вот часто бывает, найти кого-то на аутсорсе, чтобы он какие-то вилки искал. Мы там полдоллара будем платить за вилку. У нас ребята проходят очень такой довольно жесткий отбор. У нас есть три теста при собеседовании. Это на английский, на Excel, на логику. Ясню, почему нужен Excel. Очень много такой аналитической работы и с пресс-листами, и с данными из Кипы. Она в Excel это все выгружает. Как бы, если человек не умеет пользоваться Excel, то ему все равно придется учить, а лучше он сразу придет уже готовый. Ну, и плюс Excel, в принципе, это как тоже свое. Это важный инструмент. Да. В работе без него сложно. Конкретно по деньгам, но не знаю, насколько корректно озвучивать эти цифры. Ну, скажем так, не 200 долларов. Ну, да. То есть есть менеджеры, у них зарплату в два раза выше, чем у обычных сотрудников. Ну, и у них опыта побольше. Опыта побольше, да. Каким критериям должен отвечать веб-сайт компании? Какое наполнение, структуру он должен иметь? Посоветуйте, если возможно, пример таких сайтов. Да, в принципе, откройте любой сайт-дистрибьютор и посмотрите, что там, как он выглядит. Любой сайт, не знаю, по какой-то тематике. Ну, просто в гугле вбейте, не знаю, спортивные товары и посмотрите, как выглядят сайты. Ничего сверхразднованного, просто категории на сайте, связанные с этой категорией, с главной. Спортивная, значит, не знаю, там, обувь, носки там и так далее. Майки. Да, если... Что там еще был вопрос, какой? Структура и как должны выглядеть примеры сайтов. Ну, это обычный сайт с корзиной. Все. Ну, на самом деле, в Америке очень страшные сайты. Вы можете представить, какие американцы делают сайты, там, 90-е, 2000-е годы, ничего не меняется и все прекрасно. То есть, ну, сайт не должен быть там красивой конфеткой. Если это будет, ну, это плюс вам будет. Если нет, то не страшно. Так, узконаправленный вопрос. Вы нашли способ находить адреса и телефоны клиентов, чтобы убирать отрицательное ревью на листинге. Ну, мы ревью на листинге, в принципе, не убираем. Это, ну... Ну, это дополнительная работа, зачем нам ее делать, для того, чтобы делать хорошо для всех. Если бы у нас есть какой-то эксклюзив, то, да... Мы заморачиваемся, чтобы сказать поставщику, что мы, ну, как бы, стараемся улучшить ситуацию с его брендом, чтобы убираем негатив, работаем с клиентами и все такое. Но если это просто какой-то обычный товар, то мы этим сильно не заморачиваемся. Не про эту модель. Да. Какой процент от продаж на Амазоне, оборот, по Walmart? Да, практически совсем плохо. Назовем это так. Не знаю, может, процентов 5, может, 10. Все площадки в целом по отношению к Амазону примерно там 6%, но не имея, ну, не беря в расход свой сайт. То есть именно там Walmart, eBay, ну, конкретно в нашем опыте было так. Возможно, тот, кто в этих площадках разбирается лучше и занимается и не полноценно, мог бы выжить из них больше. То есть не было цели просто на этом заработать. Чем, по вашему мнению, стратегия wholesale выгодно отличается от PL? Какие плюсы и минусы? Ну, она просто другая. Это долго объяснять, да. Ну, как бы, они немножко разные. Совсем разные. Ну, PL – это когда вы просто, не знаю, вы заморачиваетесь на своем товаре, а wholesale, когда вы заморачиваетесь на поставщиках. То есть мы вообще, в принципе, и фотографии особо не добавляем, ничего не редактируем на листингах. И про рекламу там тоже нижний вопрос. Рекламу мы тоже особо не используем ее там сильно. Запускаем только, если у товара очень высокий ROI, и мы можем себе это позволить. Ну, плюс дорогие товары, да. Да. От PL – какие плюсы и минусы? Ну, плюс, скорее всего, за счет того, что риски немножко меньше из-за того, что товаров много, и если там с одним что-нибудь случится, то, ну, сильно это в целой картине не отразится. Если у вас в PL случится там что-нибудь с одним товаром, то все, беда. Да. Ну, это такой тоже вопрос дискуссионный, длинный, поэтому не будем его затрагиваться, у нас уже время вообще, мы вышли со всеми, поэтому давай быстро дальше. Много ли грязной конкуренции демпинга в опте? Ну, по-разному зависит от ниши. Есть ниши, где прям все очень жестко, есть где не очень жестко, но я могу привести пример, в принципе, мы тоже на это так делали. Нормальная ситуация, когда вы крупная компания, вы можете себе позволить убрать других продавцов. Вы некоторое время будете продавать товар в ноль, просто чтобы ваши конкуренты ушли с листингов, потому что им это невыгодно. Зато потом вы один. Ну, такого немного на самом деле. То есть есть такое, да, но это зависит от ниши. Ну, а так, чтобы у вас там выкупали товары, банили ваши магазины. Да, писали там жалобы на вот этик и так далее. Такого точно нет. Ну, оно может быть в какой-то моментах и есть, но это просто реально покупатели, и за счет того, что у вас товар в продаже гораздо выше, это жалобы, как бы, в общей массе она нечувствительна. Так, ну, про утилитику тоже не будем отвечать. Все-таки это не наша специфика и наш опыт нерелевантен. Как находятся дистрибьюторов, которые интересны сам процесс? Тоже долго рассказывать. Ну, основной Google и конкуренты на Amazon. Amazon, в принципе, как вы продаете на Amazon, соответственно, вы ищете заранее товары, которые популярны на Amazon. Да, но еще по поводу дистрибьюторов, вы можете просто вбить, не знаю, там, спортивный дистрибьютор США или, там, кухонный дистрибьютор США. И, в принципе, у вас целый список будет этих дистрибьюторов. Плюс вы можете еще у своих брендов поспрашивать, с какими дистрибами они работают. Ну, то есть... Вариантов много, да. Вариантов много, да. Вас на Amazon только одинаковым. Как страхуетесь от залетных жалоб от конкурентов? От конкурентов нету жалоб, уже говорили, но это немножко другая модель. Там никто так не делает. В принципе, в США никто так не делает. Это какой-то прикол СНГ и китайцев, которые просто банят друг друга ни за что. Я не знаю. Ну, почему, за что? Все хотят продавать, все хотят денег заработать. Ну, немножко другая специфика, да. То есть, жалобы есть, флажки прилетают. Но, опять-таки, все это за счет того, что у вас есть документы, и все это снимается вполне. То есть, они есть, да. Но за счет того, что, опять-таки, вы продаете большое количество товаров, ну, один вам закроет, остальные продаются. Жалобу снимете, продаете дальше. Этот товар конкретно. Так, как принимаете решение по количеству товаров для закупки с учетом частых изменений в листинге? Не совсем понятен вопрос. Ну, мы смотрим по типу, анализируем, какая там ситуация. Если мы видели, что, например, там, не знаю, условно, весь год продавали товар по 10 долларов, а сейчас все продают по 15 долларов, это значит, что, скорее всего, будет продавать по 10. То есть, просто, там, эти две недели, которые они продают по более высокой цене, они скоро закончатся. Ну, то есть, мы всегда смотрим именно сам динамику, да, что происходит на листинге, какие были продавцы. И если что-то очень резко меняется на листинге, в лучшую для вас сторону, то... Это не повод заказывать это, да. Ну, это повод, но, возможно, ваш позитив в заказе нужно уменьшить. Все, на этом все, да. Ура, час, ровно час, прекрасно. Всем спасибо, не знаю... А можно порекламировать свою группу, пока у нас есть возможность. Да, у нас есть группа, там ребята задают вопросы и получают на них ответы. В принципе, ниже, наверное, дадим ссылочку. Если будут какие-то вопросы, давайте там, потому что вопросов много, а все осветить за... За один час очень сложно. За один час очень сложно, да. Поэтому всем спасибо. Пока. Да, спасибо, что послушали нас. Завершаем.